Ну что ж, на дворе уже 2018-й, а при этом по-прежнему тысячи игроков продолжают играть в ванилу, либо ждут её релиза на офе. Очевидно, что несмотря на утверждение некоторых известных воверов, в конце марта-начале апреля уже, ну, возможно, уже откроют ванильные серваки. в ближайшее время официальной классики нам ждать с вами не стоит. Ну что ж, совсем не играть? На эту тему я сделал целое видео, ссылка в описании. Но, допустим, вы уже решили, что играть надо. Но тогда возникает вполне разумный вопрос. А, собственно, где? Недавно я сам искал этот ответ, и для себя я его нашёл. Я вам постараюсь дать всё необходимое инфо, чтобы вы смогли сами сделать свой выбор. Рассмотрим наиболее известные и популярные проекты по ваниле. Сразу уточню, техническую сторону подробно обсуждать я не буду. Я не играл так много на каждом из этих сервов, чтобы говорить обо всех мелких багах, ну и прочим. Но, потому что я узнал от комьюнити и от других игроков, работоспособность и пинг примерно везде сопоставимые. Элизиум. Начнём с проекта, с уже подмоченной репутацией, админы которого были уличены в продаже игровой валюты, ну и в других говношалостях. Правда всё это или нет, никто не знает наверняка. Однако осадочек-то остался. Теперь к сути. На Элизиуме мы имеем один рабочий PvP-реал, Nighthaven. Я померил онлайн в будни ближе к вечеру до 4000 совокупно. Ну вот сейчас, например, по моим замеркам, примерно 2500-3000 игроков. Сервер уже не фреш, мир уже на середине своего развития. Внакс откроют в ноябре, а последний патч в декабре. Если вы планируете медленный, неспешный кач, то имха тут начинать уже немного поздновато. Плюс есть ещё одна причина, почему мне кажется это не профитно, но об этом позже. Да, и не забываем про репутацию серва. Дыма без огня не бывает. Лайтсхоуп. Когда на Элизиуме начался весь этот шабаш и разборки, то часть админов и разрабов ушли на свой отдельный проект, Лайтсхоуп. Поэтому есть теория, что тёмные силы остались на Элизиуме, ну а на Лайтсхоупе работают только добрые и честные админы. В теории. Всего тут три рилма, на двух Анатем и Дэрошайр, онлайн на уровне всего нескольких сотен игроков. А вот ключевой рилм, Лайтбрингер. Там на старте онлайн был выше 10 тысяч. Сейчас же он держится на уровне 4-5, поэтому 5к уже куда-то делись. 5 мая тут откроется Наксрамос, финальный рейд контент. А 6 июня загрузят последний патч 1.12. И тогда же все три рилма объединят в один с сохранением чаров. А уже в середине того же июня запускают новый фреш-сервер. Отчего конкретно бомбануло у того же Валди? Почему пиратки Вов говно? Я предвижу, что конечно довольно много игроков с основного рилма прибегут и сюда, на фреш. Также мне кажется, что и с Элезиума часть людей тоже сюда подтянется. Ведь есть довольно большая категория игроков, которые просто любят бегать с фреша на фреш. Как итог, сейчас на Лайтсхопе начинать тупо, причем на любом из этих пока еще трех рилмов. Поэтому разумно тогда уже дождаться запуска фреша в июне и рвануть на него. Кронос. На данный момент работают два рилма. Кронос и Кронос 3. На первом гоняет пара сотен игроков, а весь контент уже открыт. Ну и вообще тут довольно тухло. Зато в марте был запущен Кронос 3. И на данный момент это самый свежий сервер по ваниле. И да, я сам тут играю уже пару недель за Альянс. Онлайн я замерял, он примерно на уровне 4-5 тысяч. Также можно посмотреть замеры ветерановов по 50% для каждой фракции. То есть, ну например, одновременно за Орду играет порядка 2000 игроков. Что сопоставимо с Лайтсхопом. А в мае откроет Молтенкор и Аниксию. Последний патч запланирован аж на август 2019. Вот лично для меня это самый оптимальный таймлайн. Я думаю как раз к концу 2019 и Белизы уже наконец свою ванилу выпустят. Если вас не бесят чехи, словаки или поляки, сервак чешский, то играть тут противопоказаний я не вижу. Мне в целом все нравится, но более подробно про мой опыт на Кроносе, наверное, стоит рассказать уже в отдельном видео. Подведем итоги. Если начинать прямо сейчас, то мне кажется тут без вариантов это Кронос. Если вы готовы ждать пару месяцев, то может быть Лайтсхоп будет и неплохим вариантом. Наверняка некая часть онлайна с Кроноса перебежит тоже на этот фреш, как и с Элизиума. А что вообще об Элизиуме, я бы не стал его рекомендовать. Пиратки и так ненадежны, а тут слишком уж много вопросов к админам. А если вы очень терпеливые, ждите официальную ванилу, ну только еще раз. Она будет не скоро, так что у вас точно еще год в запасе есть. А где точно играть не советую, это донатные и полудохлые проекты типа Wolf Circle Classic или Атлантиды. Просто посмотрите их онлайн. Есть еще отдельная категория фан-серваки типа Retro WoW. Это другой класс рилмов. Лично мне нравится РПГ, составляющая ванилы, а фан-рилмы это ближе к сосионкам. Все это чисто мое мнение, никого обидеть не хочу, все равно только вам решать где играть и играть ли вообще. А пиратка она и есть пиратка. Если есть что добавить, поправить, пишите в комментариях. А также ставьте лайки, если вам понравилось видео, ну и не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо за внимание и пока!